друзья всех приветствую на предпоследний торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями конечно же не забывайте ставить лайки и снова повторяю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал а маркет с тех кто еще не подключился не присоединился к нашему трейдерскому сообществу обязательно сделайте это потому что в канале на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента как дополнительная информация для вас в принятии торговых решений по вашей кстати просьбе стали делать большой акцент на фондовые активы и опять же опубликуем конкретные инвест идеи по самым востребованным акциям если друзья есть особая потребность увидеть какой-то другой актив в более частом разборе обязательно дайте нам знать об этом фидбэк приветствуется пишите в комментариях либо передавайте обратную связь через персональных менеджеров ну что сегодня нас ожидает еще один жаркий день я даже рассчитываю что сегодняшняя торговая сессия по волатильности станет рекордной за всю неделю потому что помимо на нескольких важных релизов состоится еще два выступления это 18.00 по московскому времени выступление главы американского регулятора джерома паула и в 20.00 эстафеты у него перехватит глава европейского центрального банка кристина лагард за долларом и евро мы конечно же следим как и все те кто сейчас интересуется валютным рынком поэтому и доллар и евро сегодня точно покажут очень динамичную торговую сессию единственное что хочется напомнить вам это необходимости контроля рисков это собственно опять же обязанность на вас друзья риск менеджмент правила там загрузки депозита 8 классические вот эти подходы которые мы должны использовать и применять чтобы снизить риск спекуляций на финансовых рынках если для вас не совсем понятно что такое риск менеджмент опять же а консультация с вашим персональным менеджером который есть у каждого клиента компания маркется вам точно поможет и после этого у вас не останется никаких пробелов до выступления паула до 18.00 по московскому времени мы будем следить за статистикой по инфляции в еврозоне в 12.00 по московскому времени в частности по прогнозам сегодня основное значение инфляции будет на отметке семь с половиной процента это разумеется цифры прошлого на месяце базовая инфляция также без изменений прогнозируется на отметке три процента но у нас очень хороший опыт и пример вчерашних данных по инфляции в канаде которые вышли гораздо выше чем прогнозировалась мы кстати провели все с этим блестящую сделку по покупке канадского доллара если вы присоединялись к моим рекомендациям мне остается только поздравить вас хорошим профитом который точно усилится в рамках сегодняшней сегодняшней торговой сессии может быть до конца недели потому что я по-прежнему настроен что после вчерашних данных по инфляции после последней риторики канадского регулятора у непосредственно канадской валюты только одна дорога на укрепление против всех а валютных активов по поводу сегодняшних релизов по инфляции в еврозоне нужно друзья понимать что рост инфляции который даже будет подтвержден цифрами он вряд ли станет причиной для активных спекуляций трейдеров на тему необходимости повышения процентной ставки в еврозоне я об этом уже много раз говорил что и cb а также как и банк японии они пока сохраняют статус-кво и считают что отказываться от стимулирующей монетарной политики в текущих обстоятельствах локдауна в китае событиях в восточной европе это то что принесет больше вреда чем пользы поэтому если вы строите свою сделку свою инвест идею и свою в принципе позицию рассуждение что может быть с евро на основании того что высокая инфляция это знак равно более высокие процентные ставки вы знаете что касательно еврозоны это не так напоминаю что буквально две недели назад когда состоялось заседание европейского центрального банка мы еще раз услышали от представителей cb что на текущем этапе повышение процентной ставки крайне маловероятно и cb даже не стал корректировать существенным образом программу количественного смягчения которая продолжится до а третьего квартала это о многом друзья говорить поэтому какой бы сегодня не вышла статистика по инфляции я жду что движение евро будет а в прежней тенденции а в прежнем тренде это нисходящим а сейчас котировки по паре евро доллар 1 0 8 32 цель на сегодняшнюю торговую сессию закрепление ниже планки 1 0 8 и последующие же движения к нашей цели 1 0 7 50 по поводу выступления паула здесь вот конечно же точно будут комментарии относительно уместности и целесообразности ужесточения монетарной политики тем более что перед выступлением паула у нас было по сути три полноценные торговые сессии на этой неделе которые можно охотеализовать как репетиции перед речью павла потому что на выступлениях булларда эванса бостика мы услышали одно как бы их речь объединялась следующие что основная задача американского регулятора это бороться с инфляцией поэтому эта борьба будет проходить всем довольно ужесточенно и американский регулятор будет готов к активному повышению процентной ставки и оперативному возвращению ставки к нейтральным значениям разница только в том что буллард эванс и бостик по-разному смотрят на уровень вот этих нейтральных ставок но все они предполагают что как минимум до двух процентов на ставка обязательно должна вырасти что априори подразумевает два решения о повышении ставки на 50 базисных пунктов вот как раз на предстоящих заседаниях в мае и июне дальше всех как я отмечал вчера пошел буллард который анонсировал возможность повышения ставки сразу на 75 базисных пунктов следом за такой риторикой начали расти доходности американских облигаций почти три процента друзья мы видим сейчас и доллар индекс американской валюты которые мы рассматриваем по-прежнему держится выше 100 текущие котировки 100 . 50 а пунктов доллар иена 128 32 рекомендую смотреть на сопротивление 130 там друзья рисковать ставить отложки с лимита в расчете на интервенцию или как минимум на какие-то решительные меры от банка японии по корректировке денежно-кредитной политики но не для того чтобы признать что все хватит тоже стимулировать экономику а для того чтобы остановить девальвацию национальной валюты потому что за относительно короткий промежуток времени японская она потеряла уже более 40 процентов и сейчас уровне которые мы видим это 20-летний максимум по валютной паре кстати говоря в следующий четверг состоит заседание банка японии кто знает может быть так неожиданно банк японии анонсирует повышение процентной ставки тогда будем ловить пару доллар иена на отметке 125 124 золото 1951 доллара за тройскую функцию ждем коррекции в район 1920 и там снова покупаем потому что как ни крути но геополитические риски и страховка этой инфляции останутся доминирующими для этого актива и точно смогут нейтрализовать весь фон от крепкого доллара и до роста доходности американских облигаций хочется найти оптимальную точку входа ранее мы уже прокатились по сути до 2000 долларов но быстрой победы не случилось опять же небольшая разгрузка это нормально друзья то что любой тренд это борьба покупателей продавцов рынок никогда не двигается в одном направлении самое главное это умение находить оптимальных точек и я думаю что этой точкой и уровнем для золота является планка 1920 нефть 108 данные по запасам которые вместо тех оценок которые были против прогнозов на основании которых запасы должны были показать рост существенно снизились как от американского института нефти так и от администрации технической информации снижение запасов это то что сейчас вызывает очень много вопросов потому